Загадки цивилизаций Загадки цивилизаций Вы представите это в виде такой образовательной программы, поскольку действительно эта тема очень мало изучена в России. И несколько лет назад мы приступили к уже систематическому сбору материала для подготовки данной экспозиции. То есть все модели пирамид, сооружений, макетов, они все изготавливались по данным, которые в точности соответствуют оригиналу, настолько, насколько позволяет на сегодняшний день измерить его лазерная техника. Выставка загадки цивилизаций Юкатан представляет собой концентрат научных знаний, воплощенных в виде макетов и баннеров с информацией. Есть на выставке и подлинники, предоставленные посольством Мексики, а также частными коллекционерами. В целом выставка по понятным причинам не богата раритетными экспонатами. Однако экскурсионная программа выставки соответствует музейному уровню. Знакомство с цивилизациями, которые существовали на территории Древней Мезоамерики, начинается с могущественной империи ацтеков. Это империя, которая возникла достаточно быстро и развилась практически от океана до океана всего за 200 лет. И основным достижением этой империи это было создание мощного централизованного государства, которое позволило объединить огромное количество племен и народов в единую общность. И сзади, вы видите за моей спиной, реконструкцию столицы империи ацтеков. Это город Тиночтитлан. Справа от меня вы видите макет главного храма Тиночтитлана, который на языке науа ацтеки называли Уэй-То-Калли, то есть Великий Дом Богов. Это было основное сооружение города Тиночтитлан. И на вершине пирамиды вы видите два храма. Правый храм с синими элементами орнамента был посвящен богу дождя. И левый храм, соответственно, был посвящен тотемному божеству народа ацтеков, богу войны у Целепочли. Сама пирамида уникальна тоже по своему строению, поскольку ее перестраивали семь раз. И каждый раз, каждый следующий император, который восходил на престол, он старался переделать основной храм, увеличить его размер, увеличить высоту, и тем самым продемонстрировать народу Тиночтитлана свое величие и могущество империи. Тиночтитлан был городом в своем роде уникальным. Столица ацтеков была построена прямо посреди озера и соединялась с материком тремя дамбами. Эти дамбы играли роль транспортного сообщения между материком и островом. Более того, по дамбам шли акведуки с горных источников, которые снабжали территорию Тиночтитлана чистой питьевой водой, ведь вода в озере вокруг города была соленой. За счет строительства акведуков и системы дамб, ацтеки сумели разграничить озеро на две части, и это позволило им регулировать уровень воды во время сезона дождей, чтобы город не затопило. И одновременно они в одной части озера получили воду, пригодную для сельского хозяйства, для полива, а в другой части озера вода так и осталась солоноватой, но в любом случае озеро было не только источником пресной воды, но и источником рыбы и минеральных удобрений, которые они использовали для сельского хозяйства. Это для своего времени были, в общем-то, фантастические инженерные сооружения, которые не существовали в каких-либо городах того времени, включая Константинополь, возможно, или даже Древний Рим, потому что в городе существовала центральная система водоснабжения и центральная система канализации. И там не было ни эпидемий, ни каких-либо массовых болезней, которые постоянно присутствовали на тот момент в более развитых странах, как считается, в Европе. Еще одной отличительной особенностью столицы ацтеков было отсутствие в городе народных волнений из-за нехватки продовольствия. Тиночтетлан не зависел от поставок продовольствия из других городов. Опять же, благодаря своему уникальному расположению в воде. За моей спиной вы видите так называемые плавучие огороды, которые составляли основу сельского хозяйства ацтеков. Плавучие огороды, чинампы, они были уникальным изобретением в сельском хозяйстве, потому что они позволяли на очень ограниченной площади выращивать до 5-7 урожаев в год. Технология изготовления этих огородов была очень простая. То есть на неглубокой части озера бревнами и кулями огораживались участки дна, и они заполнялись грунтом. Далее наносился плавородный слой, который составлял ил, который брали также со дна озера. И, соответственно, получалась такая площадка, рядом с которой всегда было достаточное количество удобрений и неограниченное количество воды для полива. То есть в сочетании с мягким климатом это позволяло собирать очень высокий урожай по нескольку урожая в год. Город, расположенный в центре озера, являлся неприступной крепостью. Вода была его естественной защитой. Неудивительно, что столица ацтеков доминировала над всеми окрестными территориями. Географические и климатические условия полуострова Юкатан оказывали влияние и на продолжительность военных действий. Военные походы ацтеков прекращались с наступлением сезона дождей. За моей спиной вы видите реконструкцию внешнего вида воинов ацтекской армии. Армия у ацтеков была очень специфичная и очень многочисленная по сравнению с любыми армиями того времени, которые существовали где-либо в Европе, либо в Азии. То есть среднее количество воинов, которые в военный поход мог выставить правитель ацтеков, было 150-200 тысяч человек. Это огромная армия, огромная масса людей. И при этом необходимо упомянуть, что все они двигались без лошадей. Ацтеки не знали колеса. У них не было каких-либо металлических приспособлений, инструментов. То есть вся эта огромная масса людей, она двигалась пешком. Естественно, большую часть армии составляли носильщики и оруженосцы. Но это свидетельствует о том, насколько высока была физическая подготовка этих людей, потому что они устраивали походы на 500-600 километров, иногда на 900 километров, на 1000. Все это пройти пешком, с рюкзаками на плечах, с оружием, с едой, с водой. Это все было совершенно не детской прогулкой. Там далеко не те условия, что можно в любом месте спокойно устроить привал и найти воду, и найти какое-то пропитание. Поэтому ацтеки в этом плане были очень подготовленными и очень высокоорганизованы. Кстати, захватив территорию другого племени, ацтеки не пытались уничтожить мирное население или культуру иной цивилизации. Они ограничивались сбором дани и установлением в храме вражеского города скульптуры своего тотемного божества. Такой гуманный метод ведения военных действий и подвел ацтеков в борьбе с испанцами. Конквистадоры не только перебили большую часть населения Тиночтетлана, но и уничтожили огромные библиотеки кодексов ацтеков. За моей спиной вы видите изображение, которое в интернете широко известно как календарь майя. На самом деле, во-первых, это не календарь, во-вторых, это не относится к культуре майя. Изображение, которое вы видите за мной, называется камень солнца или чаша орла на языке наод. И это монумент, который имеет календарную информацию, но не календарь. Естественно, он был расположен в столице ацтеков в Тиночтетлане, то есть к культуре майя это не имеет никакого отношения. Тем не менее, изображение было достаточно широко растиражировано, и здесь мы представили его полную расшифровку, потому что очень много существует всяких домыслов, которые уходят в глубокую эзотерику и не могут быть ничем документально подтверждены. Вся жизнь ацтеков подчинялась космическим ритмам. Эти ритмы рассчитывались как раз при помощи календарей. В календарях зашифровывалась информация о прошлом и будущем. Из календарей можно было узнать о покровителях каждого дня из числа божеств ацтеков. В соответствии с покровителем определенной даты, календари позволяли ацтекам определять дни, благоприятные для начала военных действий и назначения императоров, выбирать имена для детей и так далее. Вся жизнь ацтеков была посвящена служению богам. И основным божеством, которым поклонялись ацтеки, это был бог войны, их тотемное божество, которого они называли Уцелепочли. То есть это означало калибри юга или калибри левой стороны. Другим очень важным божеством, от которого напрямую зависела их жизнь и существование их цивилизации, это был бог дождя Тлалах, который, естественно, занимал центральное место в оконтовании богов. И ему приносились те самые многочисленные жертвы, потому что от того, насколько благоволит именно бог Тлалах данному конкретному императору, его жрецам и народу в целом, зависела напрямую их урожайность и, соответственно, выживание всей цивилизации. Это бог темных сил, Тескотлепока, которого они называли дымящееся зеркало. Это бог, который все время противостоял их божеству, которого они называли пернатый змей, Кецалькватль. То есть у них существовало постоянное в мифологии ацтеков, но и не только ацтеков, противостояние этих двух божеств, поскольку Кецалькватль считался богом, который принес им основные знания по тому, как обрабатывать землю, как строить города, то есть основные знания по градостроительству, знания по медицине, по тому, как изготавливать орудия труда, по гончарному делу. То есть все то, что явилось основой их цивилизации. На выставке представлен макет города, который ацтеки считали своей культурной прародиной. Людей же, построивших этот город, ацтеки считали своими культурными наставниками. В соответствии с этими взглядами, именно ацтеки дали городу название, под которым он известен сегодня – Теотиукан, что означает «город богов». Планировка этого города очень характерна для большинства городов, которые были построены впоследствии на территории всей Мезоамерики. Он разделен рекой на две части. То есть в одной части, в профанной, жили люди, которые занимались обслуживанием этого города. То есть это вспомогательный персонал. И далее за рекой находилась сакральная часть, где находились ритуальные сооружения, которые использовались в основном как астрономические лаборатории. И, естественно, часть из них использовалась для жертвоприношений. Именно в этом городе находятся знаменитые пирамида Луны, пирамида Солнца и так называемая «Дорога мертвых». Но все эти названия, нужно сказать, они, в общем-то, дошли до нас от ацтеков, которые, когда нашли этот город, они его нашли уже заброшенным и разрушенным. И поэтому названия они придумали, исходя из своих представлений о том, что это могло быть. Истинного назначения и истинных названий этого сооружения, этого города, пока не представляется возможным определить. Культура ацтеков была, как известно, практически полностью уничтожена конквистадорами. Восстановить пробелы в знаниях об этой могущественнейшей цивилизации позволяет изучение смежных культур. Ведь многие из них входили в ареал влияния ацтеков. Например, в горной местности, труднодоступной для испанцев, жили родственные племена – миштеки и сапотеки, которым удалось частично сохранить знания как о собственной культуре, так и о культуре ацтеков. Миштеки и сапотеки были великолепными мастерами, которые изготавливали керамику, причем экземпляр, который представлен за моей спиной. Он выполнен по древней технологии без использования гончарного круга. То есть сферическая форма делалась мастером только за счет его мастерства и чувства пространства, чувства предмета. То есть тут не использован гончарный круг. Они вылепляли это кусочками глины по кругу, по спирали. Великолепные маски, которые делали миштеки и сапотеки, также являлись частью их культуры и были очень значимы как для самих мистеков, так и для ацтеков, потому что маски изготавливались в основном для знатных ацтеков, для военачальников, для верховных жрецов. И основное назначение маски как у ацтеков, так и у всех остальных культур сохранить облик правителя, для того, чтобы при путешествии в подземный мир его могли узнать и воздать ему почести, соответствующие его статусу. Природителями большинства культур Мезоамерики по праву являются альмейки. Именно от них к другим племенам поступили знания об обработке каучука и керамики. Первые знания по составлению календарей и письменности в другие культуры пришли также от альмеков. Многие исследователи называют эту великую цивилизацию археологическими альмеками, поскольку сведения об этой культуре, дошедшие до нашего времени, представлены только в виде археологических находок. Визитной карточкой альмеков являются огромные каменные головы, назначение которых долгое время было загадкой для большинства исследователей. Это реальные портреты людей, правителей альмеков, которые существовали на этой территории около двух тысяч лет назад. И по одной из версий создание именно таких каменных голов, огромных размеров, более трех метров высотой, массой до 50 тонн, было бы обусловлено тем, что в данной местности очень большая нехватка материала, который был бы необходим для постройки культовых сооружений, для постройки храмов. То есть построить храм физически было невозможно. И обойти это ограничение можно было только за счет того, чтобы создать именно такой портрет, скажем так, в масштабе своих предков и воздавать им почести. Потому что как раз предки являлись той силой, которая защищала племя, защищала род в его развитии. И для альмеков это было крайне необходимо. Поэтому они вот эти глыбы добывали в горах, что было достаточно далеко, с большими усилиями, используя ручьи и подсобные материалы, перетаскивали их на то место, где они уже должны были быть установлены, и обрабатывали уже на месте. Также сильно влияние на другие культуры еще одной древнейшей цивилизации – тальтеков. Следы этого влияния прослеживаются через письменность и предметы быта, найденные на месте археологических раскопок. Тальтеки – это именно те безупречные воины, о которых писал Карлос Кастанеда – великие магии и жрецы, которые владели техниками управления сознанием. Вы видите знаменитых атлантов из города Тула, или в древности этот город назывался Талан. Это территория цивилизации тальтеков. Атланты – это, естественно, не космонавты, как утверждал Эрих фон Деникин и некоторые другие исследователи. Это военачальники, которые охраняют вход в храм бога войны. А тут необходимо упомянуть, что звездой войны у всех мезоамериканских культур была как раз Венера. В отличие от нашей культуры, где Венера имеет совершенно другое значение, у них как раз Венера – это звезда войны, это звезда, которая показывала им, когда наиболее благоприятное время для того, чтобы атаковать и проводить военные операции. Поэтому в храм, который охраняет вот эти атланты, могли заходить только жрецы. И основное значение этих атлантов – как раз защищать храм от тех, кому туда доступ просто запрещен. Пожалуй, самая известная древняя цивилизация полуострова Юкатан – это индейцы племени Майя. Этой культуре посвящена значительная часть выставки «Загадки цивилизаций Юкатан». Во время экскурсии посетители узнают о трех крупнейших городах народа Майя, а также о самых знаковых сооружениях этих городов. Мы с вами находимся рядом с панорамой очень интересного города, который относится к культуре Майя – это Ушмаль. Его основная достопримечательность, конечно, это пирамида волшебника, но этот город уникален тем, что он был спроектирован инженерами Майя с учетом того, что там не было источников воды вообще. И весь город был спроектирован как огромный водосборник. То есть вся вода, которая попадала на территорию города в течение сезона дождей, она по маленьким каналам собиралась в подземные хранилища воды, и именно эту воду использовали для того, чтобы обеспечить население водой до следующего сезона дождей. То есть по своему уровню инженерное сооружение – это был, в общем-то, уникальный город, потому что, во-первых, воду надо было собрать, ее нужно было хранить в большом объеме, чтобы она не испортилась, это в жарком климате, и ее нужно было потом как-то оттуда доставать и распределять. То есть для этого всего тоже существовали механизмы. Вот. И как раз пирамида, которую вы видите за моей спиной, это пирамида волшебника, которая, естественно, так была названа испанцами. В реальности это пирамида, посвященная богу дождя Чаку, от которого напрямую зависела жизнь вообще всех жителей этого города. И Чак являлся, конечно, и богом плодородия. Удивительным в плане водоснабжения является город с условным названием Поленки. Индейцы майя спроектировали уникальную конструкцию, которая позволила подвести воду от близлежащей реки до дворца правителя города высотой 10 метров. При этом никакие механические приспособления индейцами не применялись. Своеобразный водопровод появился благодаря точным математическим расчетам. Здесь представлен саркофаг великого правителя Поленки по Кали. Необходимо сказать, что Поленки – это не настоящее название города, которым он управлял. Изначально назывался город Оттулум, что означало «город с крепкими домами». А в дальнейшем Поленки изменил название и стал называться Лакамха, то есть город большой воды. Великий правитель по Кали является наиболее значимой фигурой в археологии и в культуре этого народа, поскольку полностью сохранилась его гробница, ее удалось раскопать в 1953 году. И это позволило составить представление о том, какова была структура этого общества, как он управлялся. И кроме того, после расшифровки письменности мая, это позволило привязать события из истории этого города и этого конкретного правителя конкретным датам и периодам развития всего региона в целом. Если проанализировать надписи, которые представлены там же на саркофаге, и сопоставить это с мифологией мая, с языком мая, Покаль изображен путешествующим из мира живых в мир духов. Еще одним интересным городом мая является Чечен-Ица. Центральным сооружением города является Великая пирамида Кукулькана. Это не только храм, но и огромный каменный календарь, позволяющий определять четыре важные точки для сельскохозяйственного цикла мая – дни весеннего и осеннего равноденствия, а также летнего и зимнего солнцестояния. На этом храме наблюдается очень интересный феномен. То есть, когда во время весеннего и осеннего равноденствия солнце движется по небу, тень от боковой грани пирамиды проецируется на боковую стенку, и создается полное впечатление, что по пирамиде спускается змея, которая внизу, естественно, дополнена изображением головы змеи, и это символизировало сошествие великого бога Кукулькана, который принес знания для народа майя. Храм интересен тем, что каждая из его лестниц состоит из 91 ступени, что в сумме дает 364, плюс верхняя платформа, на которой установлен верхний храм – это 365 дней. То есть это полный календарный цикл, который являлся одним из основных для расчетов майя. Еще одним интересным сооружением города Чечен-Ица является площадка для популярной у индейцев майя игры в мяч. Точнее, интересным является кольцо для мяча на этой площадке, расположенное на пятиметровой высоте. По мнению исследователей, это кольцо в данном городе по назначению не использовалось, поскольку было предназначено для игр богов. Кольца же, расположенные на высоте человеческого роста, были во многих городах майя и в городах других племен. Игра в мяч была важным элементом индейских культур. Мяч, который представлен у нас здесь, он был выполнен из каучука, и вес этого мяча составлял до 5-6 килограмм. И, соответственно, импульс удара, который в среднем после удара противника приобретал мяч, был около 400-700 килограмм, в зависимости от силы удара. То есть это удар среднего боксера. Естественно, игра в мяч, она являлась великолепной тренировкой в плане физической подготовки. И в нее играли и представители знати майя, и играли рядовые бойцы, рядовые воины. И это позволяло гармонично развивать физическую культуру во всем обществе. Но, естественно, эта игра, она имела ритуальный характер, и само движение мяча, оно символизировало движение Солнца и Луны. И попадание в кольцо, которое было расположено сбоку от площадки, символизировало переход из нашего мира в мир духов. Это имело глубокий сакральный смысл и являлось продолжением религиозного мировоззрения майя. Познавательные экскурсии, уникальные образовательные и развлекательные программы выставки «Загадки цивилизаций Юкатан» привлекают большое количество детей и взрослых. Сотрудники выставки надеются, что этот факт примут внимание в департаментах образования и культуры Москвы. И, возможно, в будущем выставка значительно расширится, а может даже превратиться в единственный российский музей, посвященный тайнам индейских народов.